Собой сумка с документами и легкая улыбка на лице. Герман Дьяконов пришел в суд задолго до начала заседания. Отвагаты же в коридоре прогнозировали исход сегодняшнего оглашения приговора. Под конвоем заводят одного из обвиняемых, бывшего проректора КХТИ Ильдара Абдулина. Он с декабря 2015 года отбывает срок в колонии общего режима. За другое хищение его приговорили к 6,5 годам заключения. Тогда следователи доказали, что проректор ВУЗа систематически похищал бюджетные средства. Позже в зал заходит сам по материалам следствия главный организатор преступлений. Снимать оглашение приговора судья журналистам запретил, в связи с тем, что по делу проходят данные о госконтрактах. Именно с ними по версии следствия и связаны все хищения в КХТИ. Всего по делу проходят 7 сотрудников ВУЗа. В ходе следствия установлено, что с 2012 по 2016 год обвиняемые осуществляли хищение бюджетных средств, выделенных на развитие ВУЗа и проведение научных разработок. Всего именно криминируется 10 эпизодов противоправной деятельности. Причиненный бюджет и ущерб составляет свыше 64 миллионов рублей. Пять эпизодов связаны с госконтрактом на разработку технологий и оборудования для производства броневых листов на основе пластика. По материалам дела композитные панели закупались в 3,5 раза дороже. Были эффективные исполнители и договоры для вывода и обналичивания средств. Еще пять эпизодов касаются госконтракта с Газпромом. Завышали стоимость проведения научных конференций. Деньги делили между собой, а положенные премии до сотрудников не доходили. Все это, по мнению стороны гособвинения, делалось по поручению Дьяконова. Было о чем говорить в заключении, что я давал команде указания обналичивать деньги, передавать их в Москву. Это была позиция обвиняемого три года назад. Тогда ему избирали меру пресечения после задержания. Сегодня адвокат Дьяконова комментировать что-либо не стал. Пока не знаем, когда кончится, скажем. Хоть что-нибудь пока может быть. Ранее гособвинитель по делу запросил для всех семи подсудимых реальные сроки от трех до девяти лет. И потребовал взять их под стражу в зале суда. Но какое решение примет Фемида? И сколько лет Дьяконову придется провести в заключении? Окончательный приговор озвучат только завтра. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова